Всем привет! Это Лиза Красновой и сегодня вместе с вами я хотела бы протестировать целый рюкзачок новинок от Maybelline. Но сегодня мы не только попробуем все вместе с вами впервые, но также встретимся с вами в конце дня и узнаем, как хорошо это все себя вело на протяжении многих часов. Я надеюсь, это видео будет для вас интересным и вы обязательно подпишитесь на мой канал, а также поставьте колокольчик об уведомлениях. И сейчас я буду без макияжа, так что подготовьтесь. Новый тональный крем, я его у нас еще не видела, покупала его, когда была в поездке в Словении. Насколько я знаю, это новинка, это новая формула, чуть-чуть более желтый, чем у оттенок кожи, очень хорошо распределяется, он уже сразу наносится матовым. Все полные названия, а также оттенки я, как обычно, напишу внизу в описании под видео, так что раскрывайте кнопочку еще, там будет вся информация. При том, что он довольно матовый, он ощущается на коже очень приятно. То есть бывает иногда наносишь матовый тональный крем и все, кажется, что вся влага из тебя куда-то улетучилась. Здесь этого эффекта нет. Выглядит вполне неплохо, как я могу пока что о нем судить. Шею трогать не буду, потому что дальше пойду в город и буду надевать свитер под горло, я не хочу, чтобы он запачкался. Я буду использовать новую пудру, рассыпчатую Master Fix, это прозрачная пудра, я обычно набираю из баночки, потом стряхиваю в крышечку, чтобы не было слишком много излишков. И я вижу, что пудра очень мелкодисперсная. И только что я вспомнила, что мы не нанесли консилер, поэтому пока я не успела припудрить все остальное, давайте будем использовать консилер. Мне очень нравится этот консилер от Maybelline, я его считаю одним из самых лучших в бюджетном сегменте. Это H-Rewind, наконец-то он появился у нас. Нужно очень долго его крутить, на самом деле, потому что в прошлый раз, я помню, я сидела и крутила, и крутила, и крутила. О! Он очень плотный, и при этом он не выглядит сухим таким, и как маска под глазами, это тоже очень приятно, потому что, вы знаете, я нахожусь в поисках бюджетного консилера, но пока что меня мало что радовало, а наконец-то меня порадовало то, что этот консилер появился у нас. И хорошо, что я вспомнила о том, что у меня же кремовый контуринг и кремовый хайлайтер, поэтому сейчас приступим к контурингу, от которого пищат все блогеры, и не менее пискливые хайлайтеры. Главное не переборщить, потому что у нас еще пока что день деньской, и мне не хотелось бы выглядеть как-то чересчур нарядно в этом макияже. Смотрите, очень естественный натуральный оттенок. Я не буду добавлять, я хочу, чтобы была очень легкая коррекция, и всегда вытягиваю коррекцию именно наверх, чтобы скулы приподнять, а чтобы они не упали. Но это чисто мой лайфхак, я не знаю, правда ли это, но я делаю так. Сейчас нанесем кремовый хайлайтер, и вот он блестит. Вау! Он очень приятный по ощущениям. Он так легко наносится, и он не стягивает за собой весь последующий тональный крем, как обычно бывает. Такое естественное живое свечение. Кстати, я вам в предыдущем видео, если вы его не смотрели, я оставлю ссылку вот здесь и внизу в описании, показывала свой макияж люксовыми новинками. Там тоже был очень красивый хайлайтер, так что если вы не видели это видео, пожалуйста, переходите, смотрите. И там я разыгрываю 4 средства от Saint Laurent и Lancome, так что я думаю, что вы еще можете попытать удачу. Он вообще не тянет за собой тональный крем, потому что мы с Дианой тестировали кремовый хайлайтер вот такой в стике от Fenty Beauty, и он просто тянул за собой, как вообще ластик, снимал весь предыдущий тональный крем. Это было ужасно. Все, продолжаем наше припудривание, потому что я припудриваю все на свете. Я не могу ходить, не припудрив тональный крем. Вот просто не могу. Я, знаете, есть у людей всякие свои пунктики. Вот у меня такой. Я уже делала одно видео с новинками у Maybelline, кстати. Оно было не очень давно, тоже оставлю ссылку на него. Там я тестировала некоторые другие новинки Maybelline. Если вы еще тоже не видели, пожалуйста, переходите. Теперь будем красить брови. Это уже давно не новинка, но, тем не менее, карандаш хороший. Так, ну что, с бровями мы закончили. Теперь я буду использовать вот такую палетку румян. Здесь есть три оттенка румян и очень красивый хайлайтер. Румяна матовые, и учитывая, что я буду использовать новую палетку, вот эту бруку Indy Bar, сиреневый румяна попробовать. Ой, какой хорошенький оттенок. И вот такой пушистой кистью, легкими-легкими движениями хорошо растушевывается. Теперь я буду наносить хайлайтер поверх нашего кремового хайлайтера. Он немного пылит. Вот если румяна они хорошо набрались, то этот хайлайтер чуть-чуть пылит. Наношу его ровно там, где у меня был кремовый хайлайтер. И в этом хайлайтере я вижу есть такие отдельные блестки серебристые. Это, конечно, не то, что я люблю в хайлайтерах. Блестки есть, и они разлетаются. Давайте будем пробовать наконец-то эту палетку. Я уже прям так сильно хотела с ней познакомиться. Палетка очень хорошо организована. Здесь есть и матовые, и шиммерные, и сатиновые оттенки. Вот очень хороших два оттенка для складки и прорисовки межресничного пространства. Есть светлый оттенок для обосветления внутреннего уголка глаз. Есть несколько шиммерных оттенков. Очень красивая. Так, сейчас буду затемнять складку, как я вам говорила. К сожалению, не написано название оттенков, поэтому буду показывать этот, 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 что, в принципе, не очень удобно. Но надо выходить из положения так, как есть. Так, тени не пылят. Практически не пылят. То есть, если начать у них так вот прям колупаться конкретно, то, конечно, да. А если просто набирать, то все очень даже прилично, а только размазывается по упаковке. Я наношу тени без базы. Мне вот интересно, как раз, как они будут носиться именно без базы. Будем тестировать тени с самыми жесткими условиями без базы. Красивый очень оттенок. Я просто вообще фанат подобного рода оттенков. Из-за того, что свет падает неравномерно на меня, вам может казаться, что вот этот глаз накрашен более интенсивно. Но это не так. Они одинаковые. Просто за счет освещения такое создается впечатление. Так, сейчас я хочу все-таки нанести оттенок бургундии. Этот оттенок уже более пыльный. О май гад! Ничего себе! Вы посмотрите на эту пигментацию вообще! Я вбивающими движениями наношу на все подвижное веко. Просто предыдущие палетки, которые были у Maybelline, вот эти нюдс и всякое такое, они у меня как-то, ну... Они были классные тем, что там были действительно хорошие цвета, их было много, они были очень носибельные и универсальные. Но вот я как-то была от них не в супер-экстаде, а... Ну, я скептически, на самом деле, относилась к этой палетке, хотя посмотрела кучу хороших отзывов. Но, знаете, люди бывают ангажированы. Но, ё-пар-экстаде, это мега классная палетка. Пока что эти два цвета, они просто без вообще претензий супер-крутые. Сейчас я возьму еще раз наш растушевочный оттенок и втушую как бы вот этот край, чтобы один цвет плавно перетекал в другой, самый темный, и затемню им еще внешний уголок. Этот оттенок тоже не очень пыльный, несмотря на то, что матовые цвета, они обычно самые проблемные. Вот затемню уголок и чуть-чуть выведу вот в складку сюда. Вот остаточками, я вот так прорисую складку как будто. Есть минимальное осыпание, поэтому если вы вдруг будете делать яркий макияж, вы, пожалуйста, учтите это, но не осыпается так, как я думала, она будет осыпаться. Я хотела сделать легкий макияж, чтобы люди в магазине не испугались моего вечернего лука, но что-то пошло не так, боже, она меня так увлекла в палетку. Знаете, сказать, что я шокирована, это вообще ничего не сказать. Сейчас попробую вот этим спонжем набрать вот эти самые светлые тени, которые немножко как будто шиммерные, как слюда, и попробовать нанести их, бить в центр века. Ровно над зрачком, чтобы у нас получился блик. Я, конечно, к Новому году еще вообще не готовлюсь, и у меня постоянно все спрашивают, а что ты делаешь на Новый год, какие планы на Новый год? Чуваки, но я при на улице, какой Новый год? И вообще я не фанат, знаете, праздников по ночам. Я в 10 часов уже хочу спать, я уже женщина преклонных лет. Сейчас я попробую во внутренний уголок глаз тоже нанести оттенок, который я вам показывала. Вот этот самый светленький сатиновый. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, нравится ли вам этот макияж, потому что мне кажется, что я должна срочно написать в Maybelline, что их палетка это просто космос. И вот этот светлый оттенок это тоже просто космос. Это обалденный хайлайтер. Такой, что мне хочется им немножечко еще сделать хайлайтер. Сейчас этим и займусь. Здесь абсолютно нет блесток в этом оттенке. Только сатин. И вот как он красиво смотрится. За что могу сейчас сказать, что точно очень хорошая вещь это палетка. Вы меня, конечно, извините, но моя камера почему-то решила, что вам совершенно не нужно знать, как я подвожу нижнее веко. Я только что заметила, что она выключилась. И хотела вам показать, что я вот этим темным сначала подвела нижнее веко, а сверху растушевала еще вот этим коричневым красивым. И у нас получился вот такой макияж, чуть дымчатый. Я хочу протестировать новую подводку. Она вот такой необыкновенной формы. Во-первых, у нее совершенно необыкновенный наконечник. А еще вот эта крышечка, она не накрывается, а закручивается. Конечно, чего мне не хватает для таких видов, это брендированное зеркальце. Провожу максимально близко к линии роста ресниц. Не знаю, может быть, стоит сделать маленькую стрелочку. Так, я сейчас все-таки нарисую стрелки. И вот, как довольно удобно рисовать стрелки, хотя я, в принципе, хорошо справляюсь со стрелками. У нее хороший фетровый кончик, и он не забивается тенями. Учитывая, что у меня были и шинерные, и матовые, и сатиновые тени, и я по всем из них прошлась этой подводкой, пока что очень хорошо работает она. Она не течет, потому что бывает иногда, когда свежая подводка, она растекается очень сильно вот в межресничку и везде. Пока что все хорошо. Знаете, вот у меня получилось, я хотела нарисовать маленькие тоненькие стрелочки, взяла подводку, а дальше как в тумане. Lush Sensational. Наверняка с этой тушью вы все знакомы. У меня она в интенсивно-черном оттенке. И обычно мне совершенно неудобно красить именно такой формы щеточками, поэтому я крашу внешней стороной, где длинные щетинки. Эта тушь классная тем, что она водоустойчивая, и смывается тепленькой водичкой, но при этом от дождя и слез она никуда не течет. Так что на зиму и осень вот такой влажный, это самый идеальный вариант. Есть еще одна тушь, которая с точно такой же формулой. Это моя самая любимая на свете тушь L'Oréal So Couture. Вот если вам не нравятся такие щеточки, которые изогнутые как ложечки, то обратите внимание на So Couture. Я ее всегда всем советую, и уже три года покупаю только ее. У нее обычная вот такая щетка. Она тоже силиконовая, но я считаю, что это лучшая тушь на свете. Я вот в том видео предыдущем про люксовую косметику восторгалась тем, какие классные у меня получились тени и ресницы и все такое. Но я понимаю, что бюджетная косметика переплюнула люксовую в четыре раза. Надеюсь, что вам тоже нравится, но я просто в экстазе от этой палетки. Я не знаю, она настолько прекрасная, что, наверное, мне не хватит еще 10 минут, чтобы рассказывать вам, что она стоит... Не знаю, сколько она стоит, но она довольно стоит. Так, у меня есть 4 оттенка металлических помад, и я уже так предварительно посмотрела. Мне кажется, что оттенок 25 будет нам максимально хорошо подходить. Надеюсь, что это не будет слишком много, хотя если мы делаем макияж на Новый год, то это будет самое то. А сейчас просто в обычной жизни я бы добавила какую-то нейтральную совершенно помаду. Помада вызвала у меня двойственные чувства. Очень красивый оттенок. Она безумно мягко наносится. Она просто буквально тает от тепла губ, и это очень круто. Потому что, в принципе, помады Maybelline, они прекрасного качества. Вот моя любименькая. Называется Color Sensational. Эта помада, я вам ее показывала 100 раз уже, и она уже, кстати, ей недолго осталось. Такого очень-очень приятного розового нежного оттенка, и она безумно сливочная. Потрясающая помада, обожаю ее. А вот эта помада красивая. Она красиво действительно блестит, очень классный эффект создается. Но я бы ее наносила под темный карандаш, потому что она очень легко смазывается. Я уверена, что она не будет суперстойкой. То есть, в принципе, вообще какой-то особенно стойкой. Но очень потрясающий просто цвет. Я встречусь с вами совсем скоро. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Для вас пойдет пара секунд, а для меня пара часов. Но макияж глаз это просто оу май гад. Как говорила, великая и прекрасная. Кто? Кто знает? Напишите в комментариях. 5 часов с момента, как я нанесла тональный крем и весь мой остальный макияж. И давайте мы с вами посмотрим, что у нас произошло. На улице стала кромешная тьма. Что я вижу вот так по камере? Лицо блестит, но не критично. То есть, иногда бывало и похуже. Вот тональный крем Кико через 2 часа уже начал вести себя просто безобразно. Если вы не видели ссылку на это видео, я ее оставлю внизу. Хайлайтер все еще хорошо блестит. Но вот так же блестит крыло носа, в принципе, нос. Лоб вот здесь, видите, сиять стал. Помада не стала абсолютно. Но после нее остался такой прикольный тинт, похож на оттенок какого-то виноградного сока. Возможно, если просто нанести помаду и промыкнуть ее, так и должен оставаться такой эффект тинта красиво. Такое вот с отблеском легким. Прикольный эффект. Она не придержалась даже какого-то легкого перекуса. В принципе, я и предполагала, что она не будет гиперстойкая. Тушь не отпечаталась ни секунды. Ничего никуда не осыпалось. В процессе носки тени не продолжили осыпаться. И, кстати, когда я нанесла тени в складку вот внизу по нижнему веку, они тоже никуда не собрались. Все выглядит очень хорошо. Есть разные оттенки. И видно, что это не один оттенок, смешанный в кучу, а несколько разных цветов. Классные тени. Я просто до сих пор от них в экстазе. Макияж прекрасно продержался, в принципе, все это время. Глаза по-прежнему, ну, прям как новенькие. Я не знаю, если припудрить эту зону, то можно все еще продолжать веселиться. Не знаю, подкрасить губы и пойти дальше на какое-нибудь вечернее мероприятие. Если вы пробовали какие-то из этих средств, если вы проживаете в России, то наверняка у вас уже давно это все появилось. Напишите мне внизу в комментариях, как вам впечатления от макияжа. Как вам нравятся эти средства, в принципе, если вы с ними знакомы. Желаю вам прекрасного дня. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!